Привет, ребят! Наконец-то я для вас снимаю видео, уже находясь в Англии. Самое интересное, что пока я была не дома, ко мне пришли посылки, которые я заказывала давно, уже месяц назад где-то. И я хотела с вами поделиться тем, что ко мне пришло. И эти посылки все связаны с канцелярией, поэтому записываю такое позднее видео back to school, точнее back to university. Покажу вам канцелярию, очень-очень атмосферно, все в моем стиле, такая типа минималистичная, но при этом красивая. И самое интересное, это вот сейчас все, что сейчас буду открывать вместе с вами, я сейчас уже забыла, что я там купила, но все-таки я с вами сейчас все покажу. И самое-самое интересное, если вам хочется приобрести, получить такую же канцелярию, которую покажу в этом видео, оставайтесь до конца. Там будет розыгрыша. Начнем с этого пакетика. О, ничего себе! Это такие наклейки, которые можно писать, ну типа стикеры, вот, но не обычные там квадратные, да, различных цветов, а в виде луны, и мне они очень понравились. Я прям в восторге. Если у вас есть, например, учебник из библиотеки или еще какое-то учебное пособие, то, чтобы не писать на учебнике, можно приклеить такой стикер и написать поверх него. Особенно, когда он в виде луны, мне кажется, что грех не использовать такое. Так, дальше... О, check my day calendar. В общем, это календарь с листочками, я так понимаю, на каждый месяц, то есть типа как чек-листа, отметить, что нужно сделать, например, на этой неделе. И можно, например, тоже повесить перед собой, чтобы всегда видеть, это тоже очень круто. Так, следующая штука, которая к мне пришла, это такие стикеры, которые, в принципе, я думаю, можно использовать в основном для ежедневников или также для тех же тетрадей. И здесь их несколько штук различных видов. Ну, то есть здесь я выбрала вот такую вот палитру, такая типа осенняя, приглушенные зеленые, оранжевые, красные цвета. Поэтому вот для осени, back to school, все понятно, да, тема такая. Еще... О, вот это, кстати, очень крутая штука. В общем, это для того, чтобы запоминать материал, особенно для языков. Это очень круто, когда вы можете с одной стороны написать слово, а с другой стороны перевод и так себя проверять. Но это не только с языками, можно делать, в принципе, там, не знаю, с какими-то определениями, биологией, в истории, даты, ну, все такое. И здесь очень такая красивая обложка, черная. Ну, понятно, просто мой стиль минималистичный. Просто обычная черная обложка на вот такой вот петле. Что тут еще у нас есть? Это последнее, что есть в этом пакете. Это... я не помню, что это. А, я поняла, это изолента. Как по-русски называется? В общем, ну, штучка кругленькая. Сейчас, подожди, я открою. Ого! Ничего себе прикольно. Интересное решение для ежедневников. Для календарей, для тетради оформлять. Здесь вот она в таком цветовом диапазоне. Опять же, все минималистично будет. И она такая все-таки маленькая. И на ней тоже, ну, например, можно что-то написать. В общем, не знаю, для тех, кто оформляет ежедневники, мне кажется, это просто, ну, идеальная штука. Последний пакет и самый большой. Открываем. Зачем вот так заматывать, чтобы потом это ее никогда в жизни не открыть? Я не понимаю. Главное, ничего не сломать, как всегда. Ого, прикольно. Посмотрите на этот постер. И он, на самом деле, это не луманка, как вы заметили, а такой тряпичный материал. И здесь просто фазы луны. Вот, поэтому... Ну, это правда очень круто. Можно придумать, куда его повесить. Ну, посмотрим. В общем, да. Сейчас выйдет видео, где я 5 минут говорю и 30 минут распаковываю. Так, прекрасно. В общем, первая ручка это... Это черная гелевая ручка. Но она просто вот такого, типа, нежного розового цвета. Но на самом деле это гелевая ручка. И, по-моему, она 0,5, насколько я помню. Но вот я сейчас проверила, пишет, она просто идеальна. Вот, не знаю, прикольная штука. Кручка, да, изобретение прикольное. И еще кое-что. Это карандаш механический, тоже 0,5. Очень минималистично. Тоже очень минималистично. Такая прозрачная оболочка у него. Ничего лишнего. В общем, мне очень нравится. Так, это, я так понимаю, ластик. Тоже обычный ластик. Ничего супер сверхъестественного. Обычный белый ластик. Все, тут написано 4Б. Все, еще больше стикеров. В общем, это тоже мне очень штука понравилась. Это стикеры наподобие луны. Также можно клеить в тетради, в ежедневнике, в книге, учебнике. И писать какие-то заметки. В принципе, здесь изображение типа лес, ночь, луна. Еще один сет таких наклеек, стикеров, закладок для книг, учебников, ежедневников. Вот такой. Он более фиолетово-розовый, так сказать. И здесь есть несколько цветов. 6. Вот. И тоже мне нравятся эти оттенки. Они очень такие минималистичные. И здесь еще находится одно из самых любимых штук, которые заказала. Это вот такой вот пенал. В общем, он такой в точку, в крапинку, в кругляшок, в синий. И довольно-таки вместительные. Я сейчас смотрю. Вот здесь, в принципе, вот такое одно отделение. Но обычно я не люблю такие громоздкие пеналы, потому что в них, как правило, хочется больше всего там положить. И когда тебе нужно найти какую-то ручку, ты в итоге вот так оттуда все уваливаешь, пытаешься что-то найти. А здесь вот одно всего лишь отделение, но можно просто положить там одну ручку, один карандаш, там линейка. У меня еще есть кое-что, сейчас вам покажу. Это вот такая сумка. Мне кажется, вы уже видели сто раз у блогеров и у людей вот такие вот сумки красивые, инстаграммные, пинтерестные. Но я на самом деле ее заказала, и мне правда она очень понравилась. Она очень вместительная, хотя кажется, как будто бы она маленькая, но на самом деле здесь очень много отделений различных. Одно такое большое отделение и два маленьких. И что очень удобно, потому что обычно я люблю ходить вот с такими обычными шопперами, с сумками за продуктами или там перенести что-то. Но, как правило, я когда кладу туда ключи, учебник, там тетрадь, пеналы, то все обычно сколкивается. И непонятно, что где находится. Такое решение очень полезное. А еще самое главное, что здесь есть три защелки, три кнопки. То есть это тоже очень удобно, потому что когда ты ходишь с шоппером, он как-то не закрывается. Для еще безопасности, как бы, понятно. И она в таком черном свете, опять же, неудивительно. Посмотрите на меня и на сумку. Неудивительно, потому что она в черном. Было несколько красивых цветов, но мне понравился именно черный. Опять же, минималистичность, Катя, атмосферность, осень, Англия, астрофизика. Здравствуйте. Кстати, я забыла показать вам самое-самое интересное. Это тетради, которые я приобрела уже в Москве. Могу сказать, что в Москве, в Корее, в Японии, самая лучшая канцелярия по качеству и просто по виду. Вот, в Англии она, во-первых, дорогая, а во-вторых, ну, так себе. В общем, такие вот три тетради. Первая тетрадь такая белая с Thunder. Эта тетрадь, здесь самое удобное, что написано, можно написать, как кто-то, для чего она, какие-то небольшие заметки. И эта тетрадь в клетку. В клетку, и причем сама она такая клетка оранжевая, ну, чтобы чернила лучше выделялись. Прекрасная, мне очень нравится, особенно ребят. Я знаю, что вы любите изучать физику-математику, поэтому в клетку вам точно пригодится. Вторая тетрадь, она похожая, в принципе, только на голубого цвета, и здесь луна. В общем, она тоже в клетку такая же. Можно использовать одну для математики, а другую для физики, например. И еще очень крутая тетрадь, и тоже в клетку. Вот такая вот, просто такая голубовато-фиолетовая. Просто написано Nose, как оригинально. Самое-самое интересное, подарок лично от меня, это такой значок, который можно повесить, например, на сумку, чтобы это покруче смотрелось. Тоже космическая тема, что вы от меня еще ожидали. Вот, и все. Теперь точно все. Все распаковала, поэтому получается, что у меня несколько стикеров, очень крутая ручка, пенал, сумка. Вот, и если вам это все понравилось, и вы хотите себе такие же вещи для школы, университета, для работы, неважно, это везде пригодится. Вот, у меня для вас есть хорошие новости, потому что я это все буду разыгрывать. На самом деле, я очень обожаю канцелярию, и мне очень нравится вся вот эта вот атмосферность и готовность к школе, когда ты покупаешь красивые ручки, тетради. И постоянно, меня всегда это мотивировало учиться, потому что все время хотелось побыстрее уже открыть, использовать эти стикеры, побыстрее уже использовать эту просто идеальную ручку, писать конспекты. Вот, но у меня появился iPad, и на самом деле вот этот вот Apple Pencil мне заменяет все ручки, все карандаши. Вот, но все-таки мне все равно хотелось почувствовать эту атмосферу приближающейся учебы, и погуглить красивую там, красивую канцелярию и купить, почувствовать ее, пощупать. Но она мне не нужна, и я подумала, почему бы и не отдать ее вам, подарить кому-то. Вот, поэтому все подробности будут в описании, в том, как их получить. Но здесь я скажу бриф условий, что нужно сделать. В общем, нужно быть подписанным на мой YouTube, нужно быть подписанным на мой Instagram Katardius, ссылка, как всегда, в описании, и в комментариях, оставить комментарий со своим ником в Instagram. Если вы поделитесь с друзьями, это будет очень приятно, и тогда повысит шансы. И также в Instagram, если поделитесь этим видео, тоже я буду очень вам благодарна. Вот, а так, спасибо большое, чтобы смотрели это видео, надеюсь, вы вдохновились. Все, я больше не буду больше говорить. Пока, до следующего видео. Ребят, вот такое вот закулисье блогерство называется. Вот, да, вот так вот все теперь выглядит у меня в комнате. Зато сняла видео, это прекрасно.